Ребят, всем привет! С вами Серега Стилов. Это новая серия Стилов Дэйли. Сейчас я еду в Геттере. На нем так кайфово ехать. Блин, такая крутая тачка. Эмоции постоянные просто. Особенно, когда несколько дней не покатаешься. Заводишь Геттер, едешь и просто, блин, радуется вообще все. Все вообще радуется. Сейчас заехал за четырьмя покрышками. Заказывал 10, пришло 4. Сказали, больше нету. Четыре покрышки Кэчленд по А3-800 выцепил. 235-40-18. Ну, забрал их на Геттере. В принципе, все поместилось. Три назад и одна покрышка в багажнику. Техничка должна быть любая тачка. Ну и сейчас это все дело отвезу, конечно же, в гараж. Мне кажется, уже пора снимать обзор на Геттер. Реально, пора снимать. Я уже, в принципе, к нему привык. Уже понял, что как. Практически во всем разобрался. Изучая тут детально вот этот коптюнер. На самом деле, интересная тема. Много всяких штук. Логи пишет. Короче, реально интересная штука. Ошибки показывают все. Как я уже говорил, что мы заливали сюда новую прошивку. Тестил ее, но она тоже как-то не очень. Были откаты по зажиганию. Именно показывало, что детон есть. Поэтому откаты были не всегда, не при каждом навале. А, наверное, один раз из десяти где-то так. То есть она берет, откатывает. Динамик Эдвенц пишет. Минус четыре. И вот такие рыбки. Опять записал эти логи. Правда, на этих логах не было таких откатов. Но он все равно скинул. Получается, Паша скидывает их из Геттершопа. Он скидывает их в Америку. Настройщику, который ведет все его проекты. И он закидывает обратно прошивку. Правда, это все не быстро. Это все неделя где-то вот так вот. Поэтому жду новую прошивку. Или жду каких-то комментариев по моим логам. Проехался и на четвертой проге, и на пятой проге самый злой. В принципе, сейчас катался на этих двух прогах. И не было уже затычки по форсункам. Вот Injector Duty Cycle. У меня были там 100, 100+. Сейчас было максимум 95, 96. Это все равно, конечно, много. Это полностью загруженные форции. Ну, посмотрим, что там сделают. Приятно. Ну, и, конечно же, городское ускорение – это нечто. Так, разгрузил я тут Геттер. Купил я Catchland, как говорил. Вот так этикетка выглядит. 235-40-18. Причем Catchland – это аналог Авэйшена. У него такой же рисунок, абсолютно такой же. Возможно, это даже одна фирма, там один завод. Просто под разными брендами производят. И он вроде такой же мягкий, как Авэйшен. Поэтому к Catchland вроде как зачет. Во всяком случае, Гоша Бус Моторс его прям уважает. Ну что, маленько пополнил запасы резины. У меня тут все прям по полочкам, как надо. Как, знаете, в моих мечтах было. Так все тут и стоит. Отдельный бокс, ну, гараж. Здесь у меня резина на дисках уже приготовлена. Здесь тоже все на дисках новенькое. Здесь хорошая БУшка. Здесь тоже хорошая БУшка, которая может пригодиться. Плюс вот этот, например, Triangle. Максу обещал отдать на Sky. Вот 18-й, 225-й. Здесь у меня колеса Slavra 17-е. Тоже хорошие, некоторые на дисках. Здесь у меня тоже БУшечка хорошая. Catchland новый. Сейчас загрузил. Cylun, Landsail, Cylun, Avation. Там даже Sunful у меня есть на Лавра. 245-й, 45-й, 17-й. Triangle тоже там, 225-й, есть на Лавра. Это у меня все на Сливу. Ну или там на Лавра тоже, в принципе, или на Chaser. 265-й Triangle. Я думаю, он его будет крутить. Там Avation. Здесь Westlake на соревнования, 235-й, на Ванцуре. Там вот тоже Triangle, Cylun. Есть секретное оружие. Две Zestina с прошлого года, 235-й, 45-й, 17-й. Новая, очень боевая резина. Вот именно на них я тогда выиграл Мацури. Было бы у меня ее побольше, было бы вообще шикарно. Но у меня еще есть Achilles, который я не пробовал. Вот он. Там 6 покрышек, но он, правда, 265-й на соревнования не подойдет. Но на драк, на Сливу, когда будут важные заезды, я обязательно надену именно Achilles. Ну и здесь немножко зимы. Но зима у нас, в принципе, в Бусмотрсе. Есть гесловед. Будем на ней в следующем году кататься. Свет я в гараже так и не сделал. Но это отложил на потом. Я думаю, обязательно сделаю и займусь им. Здесь просто повешу какие-нибудь прожектора. Такие лайтовые. Не люстры, а именно какие-нибудь просто прожектора. Возможно, даже от розетки. Чтобы это все было без электрики. Просто подключил в розетку и светил. Хочешь, чем угадать, что ты сейчас делаешь? Смотрим стилом. Друзья, футбол продолжается. 12 июня в 22.45 будет отличный матч. Играет Ювентус против Милана. А также множество других матчей лучше смотреть с нашими партнерами OneX. Ну и у наших партнеров появился удобный QR-код. Зашел в свой основной гараж. И сейчас у меня будет небольшой обзор посылок. Которые мне пришли буквально тут за последнюю неделю. Хотел все вместе распечатать, показать вам, посмотреть самому. Эти посылки пришли с разных мест. И начнем мы, пожалуй, с DK Lab ручника. Вот здесь подписано стилов. Запакован был уж слишком хорошо. В общем, собственно, вот. Это DK Lab ручник черного цвета. Он сейчас без цилиндра, без площадки. У него есть два размера. Есть длинный, есть короткий. И на всех моих машинах у меня тоже стоит короткий. Потому что длинный, ну, мне кажется, он слишком длинный. Вот это прям оптимальный размер. Насчет ручника DK Lab тут, наверное, комментарии не нужны. Потому что это выбор, наверное, 90% дрифтеров и про, и стритовых. Самые лучшие ручники. Все это сделано в России. Все это стоит адекватных денег, я считаю, за вот такое качество. За то, что вот ручник анодированный. Ну, можно взять любого цвета. Там есть много цветов в наличии. Есть просто там серебряного цвета, полированный. Ну, короче, я помню свой первый ручник. Я копил на него два года. Ну, как копил? Я не мог себе купить нормальный ручник. Не хотел покупать лишь бы что. Поэтому катался сливе на тросиковом. Там можно кататься. В принципе, японцы даже некоторые так катаются в просоревнованиях. Да, я катался на тросиковом. Я знал, что я хочу только DK Lab. Я знаю, что это надежный ручник. И он оказался реально надежным. Стоит на сливе, стоит на лавре. Проблем никогда не возникает вообще никаких. То есть поставили и забыли. Никаких люфтов не появилось. Ничего не появилось. Поэтому DK Lab это, наверное, самый лучший вариант ручника, который возможен. Если вы хотите обрадовать свою машину, я думаю, DK Lab она порадуется. Контора московская. Ребята делают помимо ручников еще и куча разных всяких ништяков. Со мной тоже сотрудничают. Вот ручничок. Ссылочку я на их сайт оставлю в описании. Посмотрите, у них сейчас появился кит перехода VQ мотора вместе с коробкой BMW. VQ мотор стоит, как мы знаем, дешево сейчас еще. Еще он не хайпанул. Поэтому он там в цене 35-40 тысяч. Ставите на него кит перехода на механическую коробку от BMW. Там все в этом ките есть. Самое главное маховик и переходная плита. И все. У вас типа в 100 тысяч вы свапаете турбовый мотор в 300 сил. Ну это там плюс-минус, конечно же. Поэтому посмотрите на сайт, изучите все. Кто хочет свапаться на VQ мотор и самое то. Ну или, конечно же, покупайте ручники. Ручники кайфовые. Я прям их реально уважаю. Мне еще не пришел цилиндр. У меня в Chazer получается отдельный контур на ручник. У меня в машинах во всех в общем контуре ручник. То есть просто врезан получается в задний контур. А в Chazer у меня отдельные суппорта на ручник. Поэтому нужен цилиндр сразу с бачком. Я не стал покупать, знаете, когда просто покупаешь цилиндр отдельно бачок и вкручиваешь его. Ну в принципе смотрится нормально, адекватно. Но есть цилиндры Viewwood, которые сразу идут с бачком. Поэтому заказал вот такой цилиндр, вот жду его, на неделю должен прийти и обязательно сразу заинсталируем. Плюс еще придет площадка под ручник. Далее. Один из самых частых вопросов, когда видят Getter. Серега, а где лючок бензобака? Вот, как видите, лючка нету. В багажнике лежит вот такой лючок. Причем это не его лючок, это предыдущий его лючок. Видимо, они ломаются очень часто. Не стал я колхозить, склеивать, как здесь уже было. А просто заказал контрактный с форпоста лючок бензобака. Сейчас его ставить не буду, поставлю уже, когда будет Getter краситься. Сейчас он и не в цвет, как-то пленкой подбирать цвет вот этот нет смысла. Уже скоро будет перекрас, поэтому поставлю уже под покраску. Полностью комплектный лючок бензобака GTR R35. Контрактный, стоил 5000 рублей. В принципе, не так, конечно, дешево. Но с учетом того, что это Nissan GTR, я считаю, что ценник вполне. Не 20, во всяком случае. 5000 рублей. Не знаю, ну, конечно, на сливу, наверное, он бы стоил, там, косаря 2, наверное. Может быть, тысячу. На Лавра вообще бесценно. Ну, в том плане, что, ну, там, рублей 300-500, понятное дело. Но вот на Getter 5 рублей лючок бензобака. Просто контрактный. Оставляем его до покрасочных дел. Пришла, значит, еще вот такая посылочка. Это, на самом деле, всякая петушня на Лавра. Это подсветка салона. Точнее, подсветка ног в салоне. Сзади я поставлю куда-нибудь на каркасик. А спереди в ноги. Или, возможно, все назад вообще кину. Она тут от USB, поэтому взял Powerbank. Сейчас посмотрим. О, да. Она засветилась. Это хорошо. От USB удобно. Не надо ничего, знаете, подключать, там, в электрику вмешиваться. Ну, в принципе, ничего страшного, конечно. Светит. Не сказал бы, что прям суперярко. Режимы. А, это яркость. Ну, естественно, здесь есть разные режимы. Удобно, что с пульта. Предыдущие подсветки были все с приложения. С приложения это надо пока подключился, пока включил Bluetooth. Еще что-то сделал, достал телефон. С пульта удобней. О, фиолетовая, наверное, под Лавра самое то. Белая. Переключается сама. О, это под музыку. Да. Смотрите, я буду сейчас стукать. Типа музыкальный режим. Ладно, прикольная тема. Сейчас выключим свет полностью, кстати. Мои партнеры с OneX сделали удобный QR-код. Сканирую его прямо сейчас своей мобилкой. И не забывай, что для новичков есть акция со страховкой до 10 баксов. Ну, и, конечно же, пользуйся промокодом стилов и получай бонус до 100 баксов. А это у нас пришла LED-панель на Лавра в серединку. В прошлом году у меня была крутая LED-панель, которую я благополучно разбил от отбойник. И теперь у меня там немножко другой телевизор, поэтому не вместится такая большая, как была. Плюс она была с таким стробоскопом-эффектом. Желтым светила, белым светила. К сожалению, такую же я не нашел. Плюс размер ее сократился. Но я подобрал ровненько. Ну, практически ровненько из тех, что было в размер и тоненькую. Потому что сейчас там места меньше. Плюс она, видите, такая затемненная. И мне кажется, будет прикольно смотреться там под капотом. Не будет выделяться. Но когда надо, можно будет включить этот прожектор. Например, там в Сочи в горах. Или еще где на соревнованиях, например. И светить. Вот такая миниатюрная LED-панель. Подключается, в принципе, как и старая. Подключается. У меня там провода вроде остались. Ну, и комплект крепежа. Мне она понравилась именно тем, что она, во-первых, тонкая. И с такими затемненными диодами. Надеюсь, что работать будет. Но тут нету аккумулятора, чтобы проверить. Далее у нас вот такой вот ништячок. Пока одна пришла. Я думаю, все знают, что это. Это крепление ЖДМ номера, так сказать. Взял себе одну. Пока на пробу. На какую-то из машин поставлю. О, это же защитное стекло на этот фотик. Отлично. Очередной в Форсаже андеграундный тюнинг. Примерно такой же комплектик у меня уже был. Это подсветка днища. Это подсветка салона. Это днища. Расскажу, зачем мне подсветка днища на Лавра. И что случилось с моей прошлой подсветкой. Мы прошлую ставили чисто на Сочи. Поэтому закрепили ее не очень хорошо. На пороге закрепили ее. И пороги все сразу поддирались. И, в общем, она сломалась. И, короче, долго не прожила. Эту подсветку мы закрепим как-нибудь на Лавра получше. И я надеюсь, она проживет подольше. Зачем нужна Лавру подсветка? Посмотрите просто вот на это фото. На Лавра. И сами все поймете. Он сейчас максимально в японском таком стиле. Максимально яркий. И, конечно же, вечером, когда будет подсветка салона, каркаса, подсветка днища. Это все будет круто, дрифтово. И будет делать шоу. В общем, да. Понятно, что подсветку на чайзер, например, на черный строгий, ставить, наверное, странно немного. Странновато. Подсветку ставить на сливу, в принципе, прикольно. Ничего не имею против. Но вот подсветка на Лавра, мне кажется, очень зайдет. Поэтому купил комплект. Опять же, с пульта. Пульт, кстати, точно такой же. Ну и здесь два провода плюс-минус. Ничего сложного. На самом деле, выбирал самые длинные вот эти OLED-светильники. Чуть побольше метра. Все, что касается света, это, конечно же, все легкий такой стайлинг. Это все будет в тему, когда у вас машина полностью под это готова. Сделан винил какой-то, сделан яркий цвет, какие-то еще вот такие примочечки, яркие диски, какие-нибудь сплиттерочки, губы и так далее. Что касается дрифта, в плане всяких спецэффектов так называемых, мне кажется, будет в тему. Особенно ночью, особенно под какой-нибудь видосик или на мероприятии. На мероприятии, например, я всегда включал вот эту среднюю мою LED-панель мигающую и смотрелось нечеток. Еще у меня, кстати, есть вот такая коробочка, Вилвуд. Это, кстати, я его на Клаб Турбо покупал. Здесь цилиндр Вилвуд на Лавра. До Лавра доделаем, обязательно его поставлю. Это в общий контур он подключается. Вот самое главное, 0625. На Лавре сейчас стоит ручник со сливы, который изначально на ней стоял. И там цилиндр Вилвуд 075. И когда он стоял на сливе, ну, как бы работал, все хорошо. Когда я поставил новый ручник на сливу, черного цвета, и там был цилиндр 0625. Я еще сразу не понял, что там такой цилиндр. И первые тесты ручника были, вау, какой он, ну, стал прикольный, мягкий, очень. Реально, у него ход побольше стал, но колеса блочатся офигенно. Я думаю, вроде все такое же, что такое. Смотрю на цилиндр, а он 0625, а там 075 был. Поэтому на Лавре ручник такой довольно плотный. Ему прям надо усилия приложить, чтобы колеса стопорнулись. И я давно хотел, чтобы на Лавре адекватно все работало, как мне нравится именно. Хотя и сейчас тоже там все адекватно работает, потому что я в прошлом году катался. Все было в порядке, как вы видите. Но вот с таким цилиндром 0625 ручник работает куда круче. Поэтому и на Чайзере я тоже взял 0625 цилиндр. Так что если у вас ручник блочится с силой, то просто посмотрите, какой у вас цилиндр стоит и поставьте, например, поменьше. Продолжение следует...